Коллеги, добрый день. Мы уже заранее проверили связь. Вроде нас слышно, все работает. Рад всех приветствовать на нашей онлайн-конференции. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился сегодня и присоединиться к нам, а также наших коллег из франко-российской торгово-промышленной палаты за то, что всех нас сегодня собрали. Вам слово, коллеги. Илья, большое спасибо. Всем добрый день. Меня зовут Анна. Я занимаюсь организационной частью нашего мероприятия. У нас также сегодня присутствуют наши коллеги Барина Устинова, которая также курирует это мероприятие. Если у вас возникают какие-либо вопросы по организационной части, просьба обращаться ко мне. Также я настоятельно прошу всех переименовать себя и предупреждаю заранее, что запись мероприятия ведется, и вы также сможете ее посмотреть на нашем канале YouTube. Всем приятного просмотра, и я очень надеюсь, что мероприятие будет вам полезно и интересно. Спасибо большое. Начну с того, что представлюсь. Меня зовут Илья Попов. Я директор по IT-инфраструктуре компании VirtuSystems. Наша компания специализируется на предоставлении сервисов SaaS и PaaS, Software as a Service и Platform as a Service, для российских банков и страховых компаний. Сегодня на нашей веб-конференции присутствует мой хороший знакомый руководитель компании Craft Lab, Олег Суслов. Олег, привет! Тебе слово. Да, это я. Коротко сейчас слайд про нашу компанию. Мы, Центр компетенции по информационной безопасности, изначально сфокусировались, когда компанию создавали, на том, что будем помогать небольшим компаниям, средний бизнес, не интерпрайз, по информационной безопасности, выстраивать процессы, помогать приводить соответствие, комплайнс и прочее. Сейчас всегда славились тем, что делали процессы по информационной безопасности под ключ. Плюс сейчас мы создали собственный Security Operation Center, развиваем собственные разработки CEM, людей, группы реагирования, инциденты информационной безопасности, двигаемся в этом направлении. Окей, Олег, спасибо тебе за презентацию. Макетинговая часть на этом закончена. Кстати, коллеги, в конце конференции будут наши контакты с Олегом. Всем участникам, которые принимали участие в этой конференции, первые консультации по информационной безопасности, по решениям IT, мы предоставим бесплатно в режиме онлайн. А теперь мы начинаем. Собственно, зачем мы вас сегодня всех собрали? Всем уже, наверное, известный 152-й федеральный закон. Рассказывать про него и толковать каким-либо образом я не вижу никакого смысла, потому что закон был введен в работу уже 13 лет. И мы с Олегом подумали, что будет интересно поделиться уже текущими кейсами, текущей практикой из нашего достаточно большого опыта в области правоприменения 152-го ФЗ, в области ответственности за 152-й федеральный закон. Кто отвечает, в каких случаях, какие могут быть последствия для компаний, для должностных лиц и так далее и тому подобное. А также расскажем о жизни наших клиентов, кейсах, которые мы уже отработали. Ну, в общем-то, сейчас перед вами программа мероприятия. По ней мы и начнем двигаться. И начнем с первого вопроса. Это есть ли реальная опасность привлечения к административной ответственности компаний, должностных лиц. Олег, можешь поделиться своим опытом по этому вопросу? Да, как ты правильно сказал, на самом деле через один день и один месяц будет круглая относительно дата. Исполнится 14 лет 152-му ФЗ. По нормам России это уже пора выдавать паспорт, то есть юноша уже повзрастел. За это время, на самом деле, очень хорошо продвинулось развитие информационной безопасности в России в целом. На заре 2006-2007-2008 год, я вспоминаю, ну, то есть вообще даже никто не понимал, о чем речь, что делать. Сейчас уже все это на слуху. Все это уже, на самом деле, стало легаси. В целом, абсолютно понятно, что делать, и этим опытом мы и делимся. Так сразу спойлер. Самым громким, самым нашумевшим делом, которое касается защиты перс-данных в России, стал LinkedIn, который в 2016 году в ноябре просто заблокировали в России, и до сих пор он полноценно не работает. Да, есть прокси там, но как минимум половина аудитории и фактически весь бизнес в России, он был таким образом остановлен на основании того, что LinkedIn категорически, ну, просто отказался контактировать с Роскомнадзором по данным вопросам. Вот это основная такая практика в России. Ну, еще мы все не забываем про мессенджер Telegram, который неделю назад блокировали. У меня, на самом деле, вот по поводу блокировок и привлечения к ответственности есть первый кейс, когда ряд заказчиков, я думаю, это всем тоже так известно, обращались с проблемами о том, что их ресурсы в США, например, недоступны. Да, то есть надо было какие-то срочные решения принимать, потому что, естественно, Роскомнадзор по обращению к коммерческой организации ничего быстро вдруг не разблокирует. И вот на этот случай, на самом деле, многие компании иностранные задумались о том, что если они хотят продолжать бизнес в России, то необходимо вот с данным риском также еще и считаться. Хорошо, Олег, а все-таки вот на примере привлечения ответственных лиц, например, я слышал, что в случае проведения проверки, выявления серьезных, грубейших нарушений защиты персональных данных, ответственные лица, например, вот я, как CIO в своей компании, могу получить запрет на занимание аналогичной должности в течение восьми лет. Для меня, например, это критично, как и для большинства аудитории, если не для всех. Я подробно не слушаю. Да, давайте я коротко, наверное, просто расскажу, чтобы систематизировать это все по правовым основаниям, на основании чего вообще защищаются в целом данные Российской Федерации и персональные данные в частности. Ну и так коротко, наверное, про тот кейс, который рассказывал, когда надо что понимать. Бывают нюансы, когда заблокируют Роскомнадзор одну компанию, а прилетит другой, просто на основании того, что находится на одних и тех же IP-адресах, а блокировка она в основном по IP-адресам. Вот это тоже надо учитывать, когда планируется реагирование. То есть вы все можете выполнить абсолютно хорошо и правильно, но не предусмотреть, что, например, ваш хостер, а это важно, Илья, да? Не понимаешь, почему я говорю. Ваш хостер просто на одном IP-шнике держит несколько ресурсов, и один из них попадет под раздачу, а прилетит всем в Россию. Ну, такой технический нюанс, но надо понимать. Значит, в части ответственности, ну, в части правового регулирования в Российской Федерации. Есть, собственно говоря, федеральный закон, который описывает 152-й. В нем основная важная вещь, про которую сейчас стоит проговорить, это 18-я статья, которая определяет обязанности оператора. Там есть пятая часть, которая однозначно говорит о том, что если обрабатываются данные субъектов, ну, то есть граждан Российской Федерации персональные, то эти данные обязательно должны обрабатываться на территории РФ. Других вариантов не предусматривается. Раньше, в старых трактовках, эта трактовка в 2014 году вступила в силу, раньше можно было хранить где угодно. Ну, трансграничная передача – это определенная сложность, но тем не менее. 2014 года, несмотря на все попытки, там, инсинуации и прочее, там, а-ля «поставьте прокси в России и весь трафик обрабатывайте», ну, потом «гоните, куда хотите, обрабатывайте там», такое не работает. И в Роскомнадзоре прекрасно понимают, проверки умеют проводить. Забегаешь немножко вперед, и нам сейчас на все мои вопросы прямо начинаешь отвечать, которые я задавал. Да, я, как человек, систематично начинаю отвечать, откуда исходят все эти сложности, с которыми приходится работать. Основная, тоже забегая чуть-чуть вперед, основная ответственность, конечно, административная в России. Никто, ну, прям, не из-за стихи, так скажем. Мы, как страна, достаточно, в моем понимании, гармонично развиваемся, то есть до, там, до десятого года это, в принципе, были рекомендации, и все плавненько вообще ознакомливались, подготавливались к тому, что будет. Ну, какие-то проверки и рекомендации на требования по устранению выявленных недостатков, они начались поощренно. Вот, а сейчас, по прошествии 14 лет, уже прям чувствуется, я сейчас объясню, почему, чувствуется, что, ну, как, это будет более серьезной ответственностью. Значит, кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, основное, что нас интересует, это статья 13.11, нарушения законодательства Российской Федерации в части обработки персональных данных. Там 9 пунктов, вводились они так же постепенно, я обращу внимание только на последние два, которые появились в декабре прошлого года, вот, которые вводят ответственность за нарушения для юрлиц, если выявлены нарушения, то там штрафы от 1 миллиона до 6 миллионов рублей, и за повторное нарушение от 6 до 18 миллионов рублей. Вот, на самом деле, ну, как бы, для Российской Федерации эти цифры очень большие. Несмотря на то, что, ну, всего полгода прошло с точки, когда эти законодательные акты были применены в России, есть один случай, вот Твиттер недавно, где-то у меня даже записано буквально в феврале, по-моему, этого года, на 4 миллиона рублей оштрафовали. На самом деле, это достаточно мало, если сравнивать с тем, что происходит в Европе по GDPR, где штрафы уже достигают чуть ли не миллиарда долларов, ну, сотни миллионов долларов – это реальные штрафы, которые прилетают там, в GDPR. У нас все-таки это достаточно лояльно пока что, но, тем не менее, законодательство ужесточается с учетом всех историй с коронавирусом и пожеланиями, пока не кошмар, бизнес-проект еще у нас достаточно такая лояльная, дают время подготовиться. Но, тем не менее, я веду к тому, что готовиться нужно, приводить к соответствию нужно, потому что раньше это все ограничивалось, ну, условно говоря, штрафами в 40 тысяч рублей, сейчас это уже серьезные деньги, и практика приходит к тому, что наказания будут не за сам факт на нарушение, а за каждые персональные данные у каждого гражданина, то есть это мультипликатор, может быть, миллионами, и штрафы такие, после которых компанию можно будет реально закрывать. Вот, к этому мы планомерно подошли за 14 лет, за это время там и процессы там научились выстраивать, и, в общем, четкое понимание на рынке, что со 152 МФЗ делать уже давным-давно есть. Пакеты документов, куча компаний, которые могут помочь, достаточно большое количество специалистов выучено за это время. Давно это стало тем, что называется «легаси» для информационной безопасности. Для нас так, по крайней мере, точно. И когда приходит новый клиент, ему достаточно быстро и просто можно помочь. А все-таки случались ли случаи, встречались ли, вернее, тебе случаи, когда привлекают персональные ответственности директоров, топ-менеджеров компаний? Персональные ответственности и привлекают, есть кейсы, когда… Чтобы ты понимал, не только компания несет вот эти вот огромные убытки в виде штрафов административных, но еще и персональная ответственность соответственных лиц, топ-менеджеров, директоров, IT-директоров, директоров по информационной безопасности. Я про это спрашиваю. Да, это уже, на самом деле, отвечу так, может быть, уклончиво. Это уже статья Уголовного кодекса, например, 140-я статья Уголовного кодекса, она, так скажем, прямого отношения к защите перс-данных не имеет. Здесь вопросы защиты перс-данных являются отягчающим фактором, по результатам которого действительно могут лишить человека право занимать определенные должности до 7 лет, по-моему. И штраф там тоже серьезный. В общем, это уже Уголовная статья, это не административный кодекс. Такие прецеденты есть, но прямую связь провести между нарушениями в области защиты перс-данных, таких кейсов нет, поэтому обманывать никого не будем. Но в целом и без этого уже достаточно административных ресурсов. Роскомнадзор, организация, которая в России занимается контролем и приведением рекомендациями по соответствию данной теме, люди адекватные, понимают и полномерно готовят всех нас к тому, чтобы все было хорошо. И делают они это не для того, чтобы пополнить бюджет или закошмарить бизнес. Они это делают с целью реальной защиты. Объясню очень... Защищаешь. Ну, не то, что я их защищаю, просто это коллеги, результативность действий которых, она вот видна. На самом деле, статистика следующая, если коротко. За 2019 год, который закончился, есть порядка 50 дел, которые завершены по административным правонарушениям. Там суммарные страфы, по-моему, миллион сто тысяч рублей всего лишь. Немного. С одной стороны, немного, да. С другой стороны, вот те поправки, о которых я говорил, они только-только вступили в силу, еще правоприменительной практики нет. Но если посмотреть на 2018 год, то рост на 40%. Эффективность работы, она прям вот растет от года к году, пока еще экспоненциальный рост. Основные кейсы, которые происходят и по административным делам. Это такая, где-то процентов 40 от этого страдают, ну, как сказать, страдают, потерпев, выявленные нарушения у банков. Ну, например, там типовой кейс, когда банк выпускает карту, собирает какие-то данные, телефон, там, email, субъект персональных данных, и потом начинает спамить туда, ну, откровенно говоря. Предлагает свои услуги. То есть это классифицируется как использование данных в целях, несовместимых с целями сбора, потому что нужно обязательно указывать, ну, и собирать согласие субъекта персональных данных. И потом начинает использовать это для продажи своих дополнительных услуг, например. Но странно, я вот сколько получал там карты, я всегда там получаешь и подписываешь, перед тем, как выпустить ее, согласие на обработку персональных данных, и оно выглядит всегда типовое, стандартное, в том числе и для формы обратной связи на веб-сайт. Ну, там обычно есть галочка, что я, например, не хочу получать от вас рекламные рассылки. У всех операторов связи уж с 2012 года точно такое есть. Ну, да. Просто обычно эта галочка как бы стоит, ну, как там, там формулировка такая, что ты ее должен поставить. Не поставил, ну, как бы дал согласие. И есть такие ответственные граждане, которые эти галочки ставят, а потом им робот начинает... Про то, как проходит сама проверка, это, наверное, мы с тобой чуть-чуть позже, ты уже забегаешь немного вперед. Да. Второе, что я хотел сказать, по административной ответственности. Это, на самом деле, прям значительная часть, эта ответственность наступает у госорганов, как ни странно. То есть, Роскомнадзор не работает, как я говорил, исключительно для того, чтобы, там, заработать денег или закошмарить бизнес. Коммерцию, да? Выстраивают процессы, на самом деле, в том числе и в госорганах. Например, вот один из таких ярких кейсов, который недавно был, на сайте администрации города выложили персональные данные гражданина. Стали разбирать. Ну, то есть, гражданин написал заявление сначала в администрацию, которую проигнорировали. А потом Роскомнадзор. Роскомнадзор возбудился, соответственно, проверку по этому делу. Что выяснилось? Гражданин этот заключил договор добровольного пожертвования, в кавычках, со школой, где, там, в том числе, передал свои персональные данные. Эти данные каким-то образом попали в администрацию. Администрация все это свела в некий отчет, выложил на свой сайт. За всем этим тоже происходит контроль. И, соответственно, решение по таким делам возбуждается. Так мельком глянул, что у нас происходит в 20-м году по тем же делам, связанным с административной ответственностью в этом разрезе. Очень много дел. И там Headhunter, Superjob, куча банков. Сейчас дела ведутся. К сожалению, так скажу, что это тоже важно будет, наверное, в контексте нашей беседы, что некоторые граждане начинают пользоваться, ну, уже давно начали пользоваться, так скажем, для мести в своих личных целях защиты персональных данных. Прям хлебом их не корми, дай им на что-нибудь пожаловаться. Надо просто понимать, что, да, так происходит. И от этого надо, в том числе, и защитовое строение. Ну, митигировать эти риски, правильно я понимаю? Да. Ты сейчас перечислил топовые компании, которые, казалось бы, не должно быть проблем с таким законом, который вышел так давно и достаточно простой с точки зрения реализации, наверное, понимания его. Гораздо проще, чем о критичных сервисах, которые мы новый закон получили, не в рамках этой конференции. О критических информационных системах я хотел сказать. Хотелось бы сейчас, наверное, обратиться к нашей аудитории с предложением пройти опрос. Да. Как считаете ли вы, актуальны ли риски, связанные с обеспечением информационной безопасности данных для вашей компании? Можно проголосовать. Голосование, оно у нас достаточно анонимное. Как только все проголосуют, наш администратор выведет результат, и мы как раз их сможем обсудить с Олегом. А пока идет голосование, я еще хотел рассмотреть с тобой один кейс, так как все-таки палата торговая промышленная, то и у нас с тобой есть опыт работы в промышленности. На КПП, когда приходишь куда-то, на какой-нибудь завод, не знаю, на любой предприятие, тетенька или дяденька на проходной записывает твои паспортные данные с контактным номером телефона в какую-то тетрадь. Вот так предприятие, то есть предприятие же понимает, что это вот на самом деле узкое место, то есть вот они, вот те 18 миллионов рублей вот в этой тетрадке лежат. Как предприятие вообще... Кто-то знает, кто-то нет. Мы слышали про ситуации, скандальные ситуации с утечкой данных, там, Сбербанк, когда там кто-то из служащих фотографировал экраны и так далее. Но вот здесь прям сам по себе процесс, входа на предприятие. Главное, непонятно, зачем эти персональные данные собираются и вот конятся на эти тетрадки, которые может отсканировать кто угодно, отфотографировать и использовать по любому назначению, тем более, что там есть паспортные данные. Ну, что я могу сказать? Да, в принципе, такая практика есть. Пропускной режим сопровождается сбором персональных данных в том числе. И это сплошь и рядом. Эта деятельность регулируется отдельными постановлениями, там, в том числе, Роскомнадзора. Описано, как надо хранить эти данные, как уничтожать. В целом, конечно, это все те же самые персональные данные. Может быть, на самом деле, не в настолько больших объемах, как в информационных системах хранится, но требования к ним не менее жесткие, и наказания не менее жесткие, чем... То есть их надо как-то все-таки там в сейф, да, они сдают, да? То есть есть какие-то мероприятия, да, сохранности этого дела? Ну, конечно, да, абсолютно. В сейфах это должно храниться, то есть журнал доступа к ним получил, расписался, сдал, расписался, уничтожение через определенное время, акты уничтожения. Все это точно так же проверяется. На самом деле, Роскомнадзор, у них методически-то давно написано, что проверять. И понятно, что сначала они идут в кадры, потом идут в службу безопасности и проверяют, как вот эти два процесса выстроены. Кадровый учет и учет... Как там у нас опрос? Вопрос к нашим администраторам. Завершился он или нет? Ну вот, Олег, смотри. Хорошая статистика, да? Статистика такая, да. 90% респондентов видят риски, связанные с обеспечением безопасности персональных данных. Ну вот 10%, которые рисков не видят. Можешь как-то прокомментировать? Мне казалось, что, ну, по моему пониманию, риски всегда есть, да, их можно только как-то занизить или как-то там... Но они всегда остаются, потому что любая компания, которая ведет деятельность на территории России, даже если она собирает данные только о своих сотрудниках, ну то есть, стране только в кадрах и больше нигде, вот, и все равно риски могут присутствовать. Или их можно все-таки полностью снять и вообще никогда больше не переживать? Риски, штука действительно такая, которую нельзя полностью удалить. Можно оставить какой-то... Можно его, во-первых, нужно оценить, во-вторых, принять меры по митигированию этого риска и те риски, которые остаются, просто принять. Вот я думаю, что те 10%, которые у нас проголосовали, что не видят этих рисков, на самом деле они достаточно хорошо их оценивают, просто говорят. Ну, для нас это не критично, да? Ну, например, я... Молодцы. Ну, я, например, там, условно говоря, какой-то ИП у меня продаю 10 клиентам какие-то товары. Да. У меня риск того, что проверка может прийти есть. У меня там 3 сотрудника как-то оформлены. Проверка придет, но я почитал административный кодекс и штрафы те, которые есть, они для меня не критичны. Для небольших компаний, на самом деле, эти риски просто можно принять. Мы, когда проводим аудиты, честно говорим, ребята, вот эти риски вам нужно каким-то образом нивелировать. Это вы пока примите до тех пор, пока у вас критичность этого не повысится. Например, ваш клиентская база перерастет в число 100 тысяч. Вот после этого... Это уже про уровни говоришь. Да. Хорошо. Олег, сейчас давайте перейдем к следующему вопросу. Сейчас множество, если почти не все, наверное, облачные провайдеры, все дата-центры имеют облако, инфраструктуру, имеют сертификат в соответствии требованиям по защите персональных данных. Что это все-таки за сертификат? Для чего он нужен? Снимает ли он риски с меня, с потребителя подобного рода услуг, например, или с моей компании? Могу ли я их переложить на провайдера, у которого есть подобного рода сертификат соответствия? Ну, в общем, здесь тоже практика давно выработана и понятно. Нельзя получить сертификат на компанию, можно получить сертификат на некую инсталляцию. Значит, половина правды в том, что действительно топовые провайдеры в России уже получили эти сертификаты и могут ими демонстрировать их и определенную защиту обеспечивать. При этом надо понимать, что каждый проект, он все равно требует доработки. Нельзя просто взять и купить сертифицированное облако. То есть, что можно купить, по большому счету, да? Можно купить, арендовать средства защиты, в рамках которых определенные требования регуляторов закрываются. Можно купить физическую безопасность и это то, чем цоды хороши. В видеонаблюдении это все дорого, а в цоде это все включено. Практически всегда. Плюс можно купить сервисы по поддержке инфраструктуры, которые также соответствуют требованиям регулятора. При этом обычно все-таки, если мы говорим об ИАС, те данные, которые обрабатываются внутри информационных систем, они все равно обрабатываются сотрудниками предприятия. В любом случае, нужно получать отдельную сертификацию на проходить аудит хотя бы внутренне своих информационных систем, регистрировать себя, как обработчика персональных данных в Роскомнатзоре. Часть проблем, такую существенную часть проблем, которую большую часть либо очень дорого, либо в принципе невозможно реализовать, поскольку как минимум надо троих людей в штате иметь для того, чтобы сертифицированных специалистов. все это обычно дорого. Облачные провайдеры они предоставляют, но тем не менее это всегда проект отдельный, требующий такого... Правильно ли я тебя понял, Олег, то есть вот взяв сейчас, заказав на сайте любого облачного провайдера инстанс виртуальный с сервером SQL или что-нибудь, который написан, что соответствует 152 ФЗ. Начав использовать, естественно, размещая там данные наших соотечественников на этом сервере, когда придет ко мне проверка Роскомнадзора, собственно, могу ли я показать вот этот сертификат соответствия и сказать, типа, смотрите, коллеги, я купил сертифицированное облако, в этом все вопросы ко мне должны быть у вас закрыты. Или они все равно будут проверять и этот сертификат никаким образом на них не действует. Отвечаю на вопрос. Значит, показать этот сертификат, естественно, можно, нужно, и он будет показываться, но он не закрывает все вопросы, которые задает Роскомнадзор. Он, так скажем, не закрывает первые вопросы от Роскомнадзора и когда происходит проверка. Значит, во-первых, внутри организации любой, который обрабатывает перс-данные, должны быть внутренние нормативные документы. Это вам провайдер не предоставит. Это должны быть свои документы. Да, могут предоставить, как, например, мы или какая-то другая компания, могут разработать пакет документов, но в любом случае они должны быть внутренние. Значит, потом существует такое понятие, как ответственность за обработку перс-данных это должен быть внутренний сотрудник организации. Нельзя показать пальцем какого-то человека в целом и сказать вот все вопросы к нему. Он может, и мы в такой роли также выступаем, быть, условно говоря, адвокатом в этом процессе. Может находиться, отвечать на какие-то вопросы, корректировать сотрудников, которые проводят проверки и говорят вот здесь вы перегибаете. Здесь на самом деле нужно такие-такие-то вопросы задавать, но тем не менее ответственность всегда находится в зоне самоорганизации и делегировать ее нельзя. Можно делегировать часть функций, можно купить часть функций, но тем не менее свои внутренние процессы все равно нужно вести внутри. Со своими силами, с чьей-то помощью, но тем не менее ответственности она все равно не за ее полностью передали. Скажи, пожалуйста, вот такой вот вопрос. Есть огромный сот в Германии где достаточно доступны есть ресурсы бывают иногда, которые хотелось бы использовать, в том числе для обработки больших данных. Но опускация, то есть обезличивание этих данных не всегда простой процесс. И наверняка есть у наших сегодняшних слушателей такие вопросы. Как нам так быть? Мы бы хотели использовать дешевые мощности за границей, но при этом минимизировать свои внутренние издержки на разработку, на доработку требовать. Можно ли, например, отправить эти данные туда, потом оттуда их забрать, стереть? Насколько вообще, как на это будет смотреть Роскомнадзор? Возможно ли это выявить каким-либо образом? Насчет выявить все тайны становится явным. И проверки Роскомнадзор проводит давным-давно грамотно, они просто неформально к этому подходят. Фактически приходят, проверяют, просят показать, как настроены маршрутизаторы и куда потоки трафика проходят. Так что выявить точно можно. А сертифицировать Хетснер? Вот если Хетснер придет в Роскомнадзор и скажет, сертифицируйте к нас, мы тут в Германии. Что такое? Значит, есть такое понятие трансграничная передача данных. Первое, что нужно сделать, это предусмотреть то, что согласие на обработку перс-данных это право делегирования. Прямо просто как отдельной строкой разрешаю передать трансграничную передачу своих данных. После этого в принципе данные можно передавать без особых ограничений в страны, которые подписали Конвенцию по защите перс-данных. Германия ее подписала. Со штатами например нет. Штаты не стоит передавать данные. Значит, я там говорил про пятую часть 18 статьи 152 ФСЗ, которая говорит, что обработка должна происходить здесь. за исключением есть исключения, но они для простых смертных не применяются. Можно хранить резервную копию. Без проблем вообще. Для этого просто надо получить согласие и тогда все будет хорошо. Но даже на резервную копию необходимо получить согласие. То есть даже если заархивированный зашифрованный архив, все равно. неважно как, если вы не перевели эту информацию в статус общедоступный, а для этого надо ее полностью извлечить, то согласие нужно получать. Потому что если произойдет утечка, это явное нарушение. Соответственно, после этого резервную копию, пожалуйста, делайте, никаких ограничений нет. обработка в части модификации данных может происходить только в ЦОДах на территории Российской Федерации. Единственный хак, который здесь можно применить, это данные офусцировать, а потом офусцированные данные, уже как бы обезличенные. Офускация это процесс одностороннего преобразования данных, когда вместо Иванов Ивана Ивановича получается какая-то однозначная аббревиатура по которой аналитику проводить можно, но определить, что это был за субъект персональных данных уже нельзя. Вот такое достаточно часто используют, отправляя офусцированные данные на аналитику в те же облака, в Эйжур, в Хецнер, если есть желание. Хорошо, понятно. Спасибо тебе за вопрос. Давай обратимся еще раз за ответ на вопрос обратимся к нашей аудитории и узнаем, пользуются ли они облачными EAS провайдерами или предпочитают использовать полностью свою инфраструктуру. Коллеги, пожалуйста, выбирайте кого, как. Это достаточно интересно, мы сейчас тоже попробуем это дело обсудить. и пока коллеги голосуют, я, наверное, расскажу про один кейс одного из наших клиентов, которые, например, не знали о том, что, в общем-то, может быть, не знали, может быть, по халатности произошло так, что они обрабатывали персональные данные, но никаких мер по выполнению 152-го КЗ не предприняли. Но их менеджеры собственники вовремя об этом спохватились, ребята обратились к нам с Олегом, у них там была гибридная инфраструктура, часть своя, часть в публичных облаках. Компания CraftLab занималась подготовкой документации, которую необходимо будет предоставить в случае проверки со стороны Роскомнадзора, мы готовили весь проект, что касалось технического блока под те нужды, которые выполняла компания. Это айтишная компания, достаточно большая, но при этом такая проблема была. Могу сказать так, что если вдруг захочется быстро соответствовать, но при этом никто никогда не занимался этим вопросом в компании, то сделать это за неделю, за полторы практически нереально. То есть время, которое уйдет на подготовку документов, на подготовку проектов, я не говорю уже про реализацию, потребуется гораздо больше. Я вот знаю, Олег, что посмотреть статистику про плановую проверку можно прямо на сайте Роскомнадзора. Зайдя на сайт, я думаю, будет интересно нашим коллегам, если ты этой ссылкой на сайте Роскомнадзора поделишься в чате. Там надо ввести, по-моему, ННН-компании и можно проверку, узнать, когда будет ли проверка и вообще планируется ли проверка. Да, без проблем, сейчас скину в чатик. План проверок поиска, по-моему, у них не было. А, то есть Ctrl-F до сих пор? Ну, там надо скачать вардовый документ и там уже Ctrl-F. Понятно. Хорошо. Коллеги администраторы, что у нас там по опросу и результаты? Это интереснее, да. Получается, что 60% пользуются услугами IaaS-провайдеров и 40% полностью своя инфраструктура. Скажи, разница между, Олег, тебе вопрос, разница между облачным провайдером и своей полностью инфраструктурой с точки зрения соблюдения 152-го КЗ, какая это есть для компаний? Или это одни и те же проблемы, одни и те же наборы документов и все то же самое? Ну, с организационной точки зрения разницы вообще никакой нет. С точки зрения удобства и с точки зрения того, в чью зону ответственности входит решение тех или иных технических задач по защите, которые в зависимости от того, какие риски компании применимы, кто их решает. Как я говорил, часть можно передать провайдеру, если это своя инфраструктура, соответственно, все вопросы надо решать, в том числе физический доступ, удаленный доступ, управление полномочиями, шифрование, такая злободневная тема, потому что специфичные решения для этого применяются. Особенно это становится камнем преткновения для западных компаний, которые приходят с хорошими путающими решениями, но которые не поддерживают шифрование, которое требуется с точки зрения российского законодательства. У нас в этом плане все с одной стороны достаточно хорошо, с другой плохо. Нет никакого требования на использование ГАСТового шифрования, с одной стороны. Есть требование использовать сертифицированные средства, но поскольку ни одного сертифицированного средства с шифрованием, например, АЭС, в мире не существует по российскому законодательству, то здесь получается только ГАСТовое шифрование можно использовать и требуется использовать. С этим возникает некоторое количество проблем. Например, вот мы говорили про трансграничную передачу данных. Хочу сделать бэкап в Хецнере. Соответственно, в Хецнер надо провести решение, которое на той стороне будет терминировать тоннель, который ГАСТовое шифрование. железку, естественно, вы туда не отправите. Только софтовое решение. Софтовое решение не все, надо их правильно подбирать, чтобы они пропускную способность держали. так что с этим возникают сложности, но все они решаются. Нет у тебя информации насчет нашей большой телеком-компании, самое главное в России. Предоставляют ли они подобного рода услуги канала связи в Европу или еще не построили они? Ну, как сервис они могут предоставить шифрованный туннель, обычно они это МПЛСом делают, но поверх несколько лет назад с ними общались, уже тогда были сервисы. Кстати, ты хорошо затронул тему МПЛС, я помню, что недавно это вскрылось, что это даже в общем-то присоединение без какого-либо значимого шифрования. Да, но в принципе оно никакого шифрования там нет. Ну, я не хотел прям так откровенно, ну, хотя мы название компании не произносили, ладно. Ну, МПЛС не только так компании используют. МПЛС это просто туннелирование в рамках одного каната выделяют. Хорошо, слушай, Олег, расскажи, пожалуйста, вот как на деле происходит проверка? Приходит проверка со стороны Роскомнадзора, есть ли вообще время к ней подготовиться, когда ты узнал, что к тебе идет проверка? Вот, или это вот в стиле, помнишь, там, маски-шоу некий. К тому же я вот слышал, что от коллег некоторых о том, что у них до сих пор только юристы в штате, то есть как таковой технической проверки не проводятся. Что вот эти два вопроса, пожалуйста, можешь ответить. В Роскомнадзоре? Да. Только юристы? Ну, вот я слышал от некоторых коллег, есть у меня такая информация, вот у меня тут записано, что есть такое мнение у людей. Мы вот проводили опросы, готовились, вот, собственно, задаю такого рода. Вопрос хороший, как, в общем, как это происходит, как к этому готовиться. Бояться точно не надо. Это не инструмент какого-то, не оружия, который кто-то использует, это нормальная практика, такая, законная. есть два вида проверки. Это плановые, вот ссылочку недавно скинул, можно посмотреть. Планы готовятся в декабре, публикуются на сайте, можно в декабре в конце подойти, скачать файлик, посмотреть, попали вы в план проверки или не попали. При этом, если вы не зарегистрированы как оператор персданных, проверять смысла нет, вы не попали. Они выбирают только из тех, кто зарегистрирован. Это плановая проверка. Плановую проверку могут попасть только зарегистрированные операторы, а те компании, то есть ООО, у которых 3000 сотрудников в штате или зал, оно может просто не подавать документы, не регистрироваться в реестре, вот и они никогда не попадут в плановую проверку? Ну как, они в плановую проверку может попасть только оператор персданных по определению. Оператор персданных это тот, кто на добровольной основе зарегистрировался. Обязан, ну как бы в законе есть обязанность зарегистрироваться у любого оператора персданных, но насильно туда никто не тащит. Соответственно, ну как бы это не конец ответа, но в плановую проверку вы можете попасть только если уже зарегистрировались. Зарегистрироваться благо просто, все онлайн, никуда ехать не нужно. Можно такой хак тоже для наших слушателей, можно даже не проверять, попали вы в план проверки или не попали. Вы об этом узнаете, потому что компании, которые услуги соответствующие предоставляют, они сами это мониторят и сами вам в конце декабря позвонят. А, то есть это будет массово. Ждите там десятка-полтора звонков, если вы первый раз попали в план проверки, еще никому не прикреплены. Так что здесь вообще не надо беспокоиться, вы точно узнаете, что к вам придут проверки. Ну, то есть чтобы узнать о плановой проверке и заранее к ней подготовиться, нужно как минимум зарегистрироваться вот в этом реестре. Да. В плановую проверку вы не попадете. При этом есть вторая категория, это внеплановые проверки. Тут все несколько сложнее, да, естественно, туда может попасть, туда может любой обработчик попасть. обработчик это не оператор, обработчик это тот, кто фактически обрабатывает данные. фактически любая организация у нас является обработчиком. Если эта организация по каким-то причинам попадет в сферу интересов Роскомнадзора, а это может произойти по их внутренним процедурам, то есть они просто смотрят и указания свыше получают, либо жалобы субъектов персональных данных в какой-то критической массе накапливаются в отношении этих организаций, тогда вы можете попасть в внеплановую проверку. Значит, это тоже в нашем правовом государстве не является каким-то беспределом, эта деятельность регулируется, первая проверка она проходит, первым звонком наверное будет то, чтобы вам просто начинать приходить жалобы от людей, это основная причина для внеплановых проверок. Если вы эти жалобы людей там, субъектов персональных данных игнорируете достаточно долго, то естественно кто-то из них несколько человек напишет Роскомнадзор, у Роскомнадзора терпение лопнет и они к вам придут. Первое, что они сделают, это они напишут вам письмо на официальном бланке, по бумаге обычно это все приходит, что через такое-то время к вам придет ревизор. Самый крайний срок это за три дня вам сообщат. Естественно за три дня подготовиться нереально, по практике максимум две недели. Это все-таки внеплановая проверка, они там достаточно оперативно проводят и у них будет всего 10 дней на проведение этой проверки. Соответственно если вы получили такое письмо, то как минимум организационную часть уже пора подтягивать, потому что даже в случае неплановой проверки, если вовремя обратиться к консалтерам, то возможно будет чуть-чуть времени для того, чтобы основные проблемные места закрыть. Как минимум написать документы, подписать какой-то приказ для того, чтобы хотя бы вот эти предписания на устранение не получить. Они без этого найдут достаточно много несоответствий, но хотя бы документарную часть можно успеть закрыть. А что касается технической части, были ли в твоей практике проведения проверок по технической части, когда Роскомнадзор приходил со своими системными администраторами, забирали технику или там есть что-то и хотели посмотреть, как это вообще выглядело? Каратенечко нам расскажи, пожалуйста. Да, ну это вот вторая часть вопроса, которую ты изначально задавал, про техническую грамотность Роскомнадзора. Значит, где-то примерно с 2012 года Роскомнадзор приезжает со своими администраторами, которые очень хорошо разбираются в первую очередь в базах данных, во вторую очередь в сетях, и могут задать конкретные вопросы. Сделайте нам, пожалуйста, выборку в вашей базе данных по такому-то имейлу. Так. Практически могут наверняка заранее до проверки сделать так, чтобы этот имейл куда попал. Да, подтверждения этого нет, но между нами я скажу, что есть некая практика, когда делаются такие закладки, что ли, изначально, перед тем, как прийти проверить, человек регистрируется на сайте, интернет-сайт, что-нибудь покупить, потом пишется заявка от этого якобы физлица на удаление этих данных и смотрится на результат. Пришел отчет, не пришел отчет об удалении перс-данных, и потом они реально приходят и проверяют наличие этих баз данных, наличие этих записей в продуктивных базах данных. В моей практике были кейсы следующего характера, прям добросовестно относились к тому, что отрабатывали все заявки на удаление перс-данных. Забыли в одной из баз данных, чисто служебных, там на фронте сайта, забыли, что вот там эти данные тоже каким-то образом кэшируются и лежат. Реально добросовестно почистили, но в одном месте забыли, что технологически эти данные там тоже есть. И это нашли. Причем нашли это сами сотрудники Роскомнадзора, а не администраторы информационных систем. Компетенция хорошая у них, есть такие методы, когда они таким образом проверяют. Хорошо. Ну вот тогда у меня следующий, наверное, вопрос, последний вопрос, который я хотел бы попросить вывести на экран, это кого из наших сегодняшних слушателей инфраструктура расположена преимущественно на территории Российской Федерации или за пределами Российской Федерации. У меня в моей практике были случаи гибридных инфраструктур, только за пределами России. Например, я работал в одной R&D-компании, в которой получается весь бизнес находится на территории Соединенных Штатов Америки, но при этом весь продакшн, то есть все разработчики, все программисты и инфраструктура находятся на территории Российской Федерации. То есть в данном случае мы тогда вообще никак не переживали, потому что то, что касалось нашей кадровой части, она находилась здесь, на территории России. Это было в 2010 году, кстати. Часть, которая уже была продакшн, скажем так, коммерческой частью, она находилась под действием американских законов, потому что там, в общем-то, кроме персональных данных и данных граждан США больше ничего нет. Мы данный риск ценили как минимальный. В данной ситуации основная часть бизнеса под требования защиты персональных данных не попадала наших данных. Как у нас там с результатами вопросов? Ну, 50 на 50. Интереснее все становится. Ну, на самом деле, вот тут у нас в программе есть шестой вопрос и пятый вопрос. Я бы хотел поменять местами и спросить, Олег, скажи, пожалуйста, хранение данных в тех же облаках Azure и Amazon, насколько это легитимно? Я сейчас поясню, потому что есть очень много коммерческих предложений от того же Microsoft, от того же Amazon, здесь на территории России, типа, ребята, давайте разворачивайте свои подачи системы у нас, все нормально, все хорошо. Насколько здесь доля маркетинга и сколько здесь, и как на такой маркетинг потом отреагирует Роскомнадзор? Потому что, ну, я уверен, и ты тоже встречался с подобного рода рекламой, может быть, и общался с подобными людьми. Ну, ты имеешь в виду, видимо, когда рекомендуют прокси-сервер первичную точку входа информации расположить в России, а все остальное за прокси закинуть и обрабатывать там, где удобнее это делать. Ну, да, да. Это все легко вычисляется. Приходят, спрашивают, покажите, пожалуйста, где у вас серверы находятся. Затраты на то, чтобы скрыть и показать, что якобы там ресурсы Azure на самом деле находятся в России, в моем понимании гораздо больше, чем сделать их действительно расположенными здесь. То есть, такое, первое, это легко вычисляется, и в Роскомнадзор нет никаких сложностей с этим. Даже если фронт вашего сайта показывает где-то наэпишник российский, проверка это все легко выявляли. Второе, ну, что хочется сказать, несмотря на то, что, может быть, затраты на железо в России чуть-чуть выше за счет налогов, НДС и транспортных издержек, расходы на администраторов, которые у нас в России не менее компетентны, чем там на Западе, гораздо ниже, просто потому, что у нас зарплата меньше. Поэтому, как минимум, это нивелируется. Как минимум, по практике могу сказать, что экономически, наверное, это не слишком целесообразно здесь у нас. Это некая западная практика, у них в этом смысл есть. У нас своих ресурсов в России достаточно для того, чтобы всех удовлетворить. Ну да. Кстати, вот к этому, почему я попросил, решил поменять эти пункты местами. У меня есть достаточно такой интересный кейс про американскую международную финансовую организацию. Несколько лет назад они пришли ко мне, мы уже когда в Virtual Systems начали предоставлять платформу as a service, то есть это сервис, когда заказчик у кого-то покупает софт и хочет, чтобы третья сторона полностью взяла этот софт на поддержку. Соблюдала все требования их внутренней информационной безопасности, все требования федерального законодательства на территории Российской Федерации, SLA, и по факту получить некий такой SaaS этого софта. Мы подобные роды схемы реализуем здесь. И вот большая американская компания пришли к нам, сказали мы купили решение, купили решение, хотим, чтобы вы заставили его работать. Но вот у нас есть внутренние требования по ISO 27001 и еще есть к ним вагоны маленькая тережка требований внутренней информационной безопасности. Пожалуйста, все эти требования надо выполнить и плюс еще не забывайте, что 152 на тот момент мы уже в договоре с заказчиком прописывали, что мы несем ответственность обработчика персональных данных по этой информационной системе. и наш сервис заключается в том, что когда к заказчику приходит проверка Роскомнадзора, это уже мы тоже проходили, в финансовом секторе такая нередкость проверки, то тогда Роскомнадзор обращается за документами, мы все эти документы от лица заказчика предоставляем, предоставляем наших технических специалистов, по факту проходим проверку вместо заказчика. вот естественно там на стороне заказчика есть все необходимые документы, они подготовлены и никто за них не переживает. Ответственными лицами там есть два варианта, когда ответственное лицо может быть с нашей стороны, или когда ответственное лицо и с нашей стороны, и с стороны заказчика, в зависимости от того, от многих внутренних пожеланий. Так вот, система получилась достаточно интересная, по моему мнению, потому что кастомный проект позволил заказчику существенно сэкономить на лицензиях с УБД, то есть в отличие там, многие знают, как лицензируется Oracle, вот, и им бы пришлось платить за лицензию во всем облаке, если бы это было коммерческое или выделенное, вот, но проведя определенный анализ, мы интересным образом пришли к мнению, что софт, который приобрел заказчик, он больше не на многопоточность ориентирован, а на мощность самого ядра, то есть на тактовую частоту. Естественно, мы предложили заказчику меньше ядер, но, скажем так, большую тактовую частоту, вот, в результате получилось решение, которое в два раза снизило косты на лицензии Oracle Enterprise, сколько это стоит, вы можете, в общем-то, в открытых источниках посмотреть, ну, я думаю, многие представления имеют, что это миллионы, миллионы долларов, вот, так еще к тому же мы подготовили полностью там проект и защищали его с хедкватером за границей, с информационной безопасностью, с IT-инфраструктурой, вот, и проходили их как внутренний аудит, да, когда их бэшники, архитекторы приезжали к нам, в Россию, все смотрели, проверяли, вот, то есть это действительно достаточно интересный кейс, который мне хотелось бы рассказать, не с точки зрения даже маркетинга, а с точки зрения того, что я очень долго работал по ту сторону, скажем, на стороне заказчика, вот, и каждый раз, приходя в новую компанию, мне из ряда, из раза в раз приходилось подобного рода вещи проделывать регулярно, то есть вопросы с точки зрения там 152-го ФЗ, с точки зрения там disaster recovery, с точки зрения других рисков, резервное копирование, регламентное обслуживание, то есть вот это все заново приходилось строить, вместо того, чтобы сразу браться там за задачи, ориентированные на бизнес, вот, и становиться больше таким вот человеком, который драйвит автоматизацию бизнеса, я там терял месяцы, иногда там в зависимости от компании годы, чтобы привести все в соответствие, а потом только это все дело переходило в то, что мы начинали заниматься автоматизацией бизнеса, потому что ресурсы компании не безграничны, в том числе и людские, вот, и от размера, по моему опыту, это зависит. И мне захотелось, я пришел в VirtuSystems как раз-таки с такой задачей, что если сделать для руководителя IT подобный сервис, который сразу позволит передать, делегирующие, вот эту вот головную боль с инфраструктурой, то будет замечательная помощь всем, то есть это не какой-то там EAS, да, когда просто провайдер предоставляет информационные ресурсы и дальше как бы заказчик остается с ними один на один и нужно все равно нанимать себе администраторов, DBA-щиков, безопасников и так далее. То здесь заказчику достаточно на своей стороне, если говорить про PAS, достаточно иметь просто одного project-менеджера, который будет взаимодействовать с огромной командой инфраструктуры, EBA, DevOps'ов на стороне интернации. В том числе это касалось и взаимодействия в случае проверки со стороны регулирующих органов. вот вот такой вот кейс у меня получился. Наверное, стоит обратиться к нашим слушателям. По таймингу прям ровно-ровно уложились с тобой, Олег. какие-либо вопросы вы можете сейчас в чат нам накидать, позадавать, пожалуйста, кнопочка подробнее, чат, и откроется у вас окно чата, пишите, пожалуйста, свои вопросы, мы с радостью ответим на них, вот. Если контактная информация у вас перед глазами, Олег, к сожалению, у меня вот твоей контактной информации нет, ты, может, в чат ее тогда закинешь, чтобы, если коллеги там да, я думаю, что чтобы они контакты могли сохранить. Скину сейчас имейл, если что, можно через тебя меня найти всегда. Да, мы, в общем-то, работаем вовно вместе, сотрудничаем, поэтому, да, в любом случае скоординируемся. Олег, что-нибудь еще дополнить, что не успел я у тебя спросить или не спросил, но у тебя есть чем поделиться с нашей аудиторией? Да, наверное, благодарность тем, кто дослушал нас. Можно рассказать пару хаков с точки зрения безопасности, как выбрать, например, компанию, которая вам будет обеспечивать процесс по информационной безопасности. Ну, достаточно простой и кейс, который дешево поможет вам понять, люди пытаются вам нарезать некие лишние услуги, либо они действительно вам хотят сделать кроме комплайнса еще и реальную безопасность. безопасность это уже процесс творческий. Каждый проект, он имеет такую творческую составляющую, как управление рисками. Можно показать чуть больше рисков и внедрить что-то более ресурсоемкое, можно чуть меньше. Значит, если вы действительно озабочены защиты персданных и выбираете себе подрядчика, который будет помогать вам писать нормативку, потом внедрять средства и процессы, то задайте ему простой вопрос. Является ли что-либо и под что-либо все, что вам в голову придет из ваших внутренних данных, относящихся либо к внутренним сотрудникам, либо к внешним. Является ли это что-либо персональными данными с точки зрения 152 АФЗ? Если ответ на этот вопрос занимает больше 5 секунд, то мой совет не общаться с этим подрядчиком, потому что подсказка, то есть с точки зрения того, как прописано определение персданных, все, что угодно может и является персональными данными. И правильный вопрос не является ли что-то персональными данными, а к какой категории персональных данных это относится. Если вам по-еврейски отвечают вопросом на вопрос, вы спрашиваете является, а вам отвечают не является, а к какой категории относится. Вот там уже понятно, что люди понимают, о чем речь, и лишнего навряд ли вам будут предлагать в рамках работы. Не знаю, насколько понятно объяснил. Нет, понятно, кстати, да, про категорию мы сегодня как-то вскользь не упомянули, но вот есть же четвертая категория, есть там первая категория, это медицинские данные и так далее. Может тогда расскажешь там смысл этого хака одно-два там абзаца буквально. Смысл этого хака в том, что действительно любая информация, по которой можно идентифицировать человека, является уже персональными данными. Вот просто Илья это уже персональные данные. И в принципе идентифицировать его можно, исходя из закона. Просто суть в том, что не надо определять, является или не является. Нужно определять, насколько требуется защита этих данных. Просто имя клиента или какие-то офицированные данные клиенте, они по сути классифицируются как общедоступные и в защите не нуждаются. Есть, как Илья сказал, категории. Первая категория это, например, данные о здоровье человека. Они с точки зрения здраво требуют самые тщательные защиты. Там и требования более серьезные, и средства защиты нужны соответствующие, и разделение полномочий очень серьезное. задача наша, как компании, которая помогает правильно выстроить защиту, определить правильный класс, не завышать этот класс, чтобы их затрат защита не несла. И аргументируйте это так, чтобы при проверке вам действительно не сказали, что вы неправильно классифицировали данные. Вот как это так. То есть вам-то разница получается никакой правильный, я понимаю, будет этот четвертый класс. Нам-то разница есть. За первый класс мы гораздо больше получим денег. А почему тогда ты говоришь, что как убедиться в правоте, что нам неинтересно завышать класс? Получается, компании, которая устраняет риски, им все-таки интересно завысить, естественно, с коммерческой точки зрения, завысить этот класс. в краткосрочной перспективе, да, пока люди не понимают и многие этим пользуются, навешивают разных рисков, расскажут, и после этого внедрят и потратят бюджетов гораздо больше, чем нужно. После этого люди на проекте денег получили. После этого люди начинают разбираться, понимают, что им тут внедрили то, что не нужно, и дальше уже обжегшись один раз на всей этой истории уже, во-первых, имеют такой иммунитет плохой ко всей информационной безопасности, во-вторых, считают, что у них и так все хорошо и перезаложились когда-то и дальше все будет безопасность у них с безопасностью все будет в порядке. На самом деле не так. Безопасность это процесс, ее надо постоянно поддерживать. Поэтому лучше начать с простых мер, но и постепенно развивать свои процессы, свои средства защиты. Мы за то, чтобы планомерно развиваться вместе с нашими клиентами, помогать им строить не только бумажную безопасность, а реальную безопасность в соответствии с их реальными рисками, которые для них критичны. Хорошо, спасибо тебе большое, Олег. Коллеги из французской торгово-помышленной повады тоже вам отдельное спасибо. Ну и огромное спасибо всем тем, кто сегодня к нам присоединился в это замечательное пятничное утро. слушал нас. До новых встреч. Как уже сказали ранее, полная версия всей сегодняшней конференции будет доступна на YouTube. Можно еще раз посмотреть, пересмотреть. Вот возникнут какого-либо плана вопросы, пожалуйста, пишите, звоните. всем ответим без каких-либо проблем. Приставать потом точно не будем, вот, потому что это, в общем-то, не в нашем стиле. Ну все, до новых встреч тогда. Всем до свидания, всем спасибо. Спасибо большое за выступление, Олег, Илья, было очень интересно, и будем надеяться, что вскоре мы увидимся в оффлайн-формате. Неплохо. Спасибо. До свидания. Всем пока.